И сейчас я хотел бы рассказать вам об ошибках на пути к успеху. И рядом со мной, как вы видите, лейка и стаканчик. С этого я хотел бы начать наш диалог. Так вот, к успеху каким образом идут те, которые видят его как что-то сказочное, что-то довольно быстрое, идут таким образом, что хотят лейку налить воду, если лить стаканчик, вот через это большое отверстие. То есть все и сразу, а вам все и сразу не нужно. Счастье – это путь, движение к успеху – это путь. Видите, какое тонкое горлышко здесь? По чуть-чуть должна наливаться ваша кровь нужными витаминами, чтобы вы были здоровыми. Или же по чуть-чуть вы должны получать наслаждение от жизни, для того, чтобы на всю жизнь это хватило. Как знаете, есть множество примеров успешных родителей, не столько успешных детей, которые в детстве получают слишком много, и поэтому для них дальнейшая жизнь получается не такой яркой, они хотят все более яркими, яркой и связывают ее с не самыми правильными привычками. Но мы не об этом сейчас. Мы о вот этом горлышке и об ошибках, с которыми вы встречаетесь, пока успех переливается в стакан вашей жизни. Итак, ошибки следующие. Первое. Знаю, но не делаю. Думаю, что не нужно комментировать, вы задумаетесь об этом и скажете, в чем суть. Знаю, как надо, но совсем не делаю. Итак, второе. Невыполнение элементарных обещаний. Об элементарных обещаниях это взять трубку, если вы созванивались. Это перезвонить, если вам звонили. Это, естественно, выполнить задачу, о которой вы договорились, сказали «да». Кстати, не обязательно выполнять это же обещание, но обязательно идти в фарватере ваших договоренностей. Ведь вы можете как-то даже и манипулировать, как-то немного передвигаться в договоренностях. К примеру, есть мой друг Дмитрий, мы с ним договорились о встрече в 18 часов. Дмитрий меня ждет, а я понимаю, что я не успеваю, мне неудобно, мне не хочется ему заводить, да не хочется об этом говорить, зная, он наругается на меня. И я ничего и не делаю. А если я позвоню и скажу, Дим, ну никак, я могу в 18.40, как ты? Не, Владимир, давай на завтра. Ну все, Дим, договорись на завтра, хорошо, завтра в 2 буду. Все, мы перенесли, мы договорились, мы честные, прозрачные люди. Вот это ошибка, которая в песок голову зарыл, и кажется, что само собой все изменится. Третья ошибка на пути к успеху, это как в зарослях. Так, мы идем налево-направо ветки, налево-направо ветки, немножко нас царапает, проходим, листья тут все, и идем дальше. А вот эти самые ветки, которые нам вроде бы мешали, они в целом нам помогали, потому что когда мы ее убрали в сторону, сзади она наоборот нас потолкнула и помогла идти вперед. Так вот ветки, это вчерашние наши знакомые, и прежде всего это близкие, это наши родители, это наши бабушки, дедушки, это те люди, которые были нашими преподавателями, учителями, которые так и остались там. Мы же успешны, мы же идем к успеху, а они в каком-то не том социуме, они уже не в той категории весовой. Но помните, если говорить про родителей, то родителям вы должны не так уж много, вы должны им все в вашей жизни. Ну и наконец, четвертое, чем я хотел бы завершить обсуждение ошибок на пути к успеху, это вот эта ручка. За эту ручку мы берем лейку успеха и наполняем сосуд нашей жизни. Так вот ручка, это вот этот вот держатель. Держать, это заниматься делом, держать свое дело, работой рабочей, работаешь где-то, ты менеджер или ты собственник бизнеса, не имеет значения. Это держать свое дело очень сильной хваткой и заниматься им в удовольствии. Ошибка стоит в том, что вы слишком часто переключаетесь на новое из серии, а может это не то. Это правильно делать, об этом нужно думать, нужно пробовать. Но если вы чем-то занимаетесь, это нужно заниматься по-настоящему, серьезно и крепко держать эту ручку. Спасибо, я Владимир Якуба. Если это видео было вам полезно, жмите лайк. Увидимся, до новых встреч. Заходите на мой сайт якуба.рф.